нормально да вот сюда кормушечку выкидываем естественно добавляем меня у меня просто ничего другого нет зерно так все это сейчас она будет тут кушать оставили саму такую козу который дочки там хорошие сейчас я из той стороны поведу как где он должен стоять сразу молитва идет значит я помою все сделаю сначала время помассажировать немножко козу стрелка зовут и дата дается для того чтобы она спокойно стояла там конечно замалуха такая она занята есть сотрудничество смотри внимательно не отвлекайся ты же пришел к зубе ты все запоминать процесс весь квартире живешь или дома частном доме меня я понял а там где вы живете в квартире да он квартирный человек потому что на балконе козу держать вполне себе одну-то буду на прогулку водить смотри все все смотри кружку молитвы все перекрестил вот значит немножко посмотри потом тебя сюда посажу и сюда вот берешь вот так вот вот эта тетичка у нее что-то наболит и на ногу это как бы я вот этими пальчиками как будто конечно это сразу не получится но ты попробуешь вот в общем начали сейчас иди сюда здесь уже молоко я же всех уже подоил и для тебя только пенка но это так получается потому что так держи берись вот за вот эту вот давай ты чё тихо чужой может то что нажимаем тени тени никогда ну-ка держи сейчас сейчас руку поможем это да немножко просто что она видит они могут это препятствовать молоко кто-то даю кто-то как чтоб кто-то сдаю чужой могут препятствовать козы не давать чтоб молоко выходил из нее такую ты все равно там по массажируешь она все равно как бы отпустит физиологически крестись господь иисусе христе с и небожем помилуй благослови давай самый что у меня есть натуральный продукт представляешь из-под станка сразу прям в городе такая кружечка молока будет стоить ого-го да да тем более в этом процессе участвуешь если бы у дядьки остап бендер он там в подмосковье живет у него другая фамилия он чё сделал взял коз тоже в московский магазин там сделал там вот такую загородочку коза стоит и ты приходишь туда и вот чтобы подоить рожевое молоко там я не знаю сколько стоит эта кружка ну то есть просто человек умеет это деньги там не начал зарабатывать ну как нормально же ну все давай еще молоко еще кушку давай вообще конечно давай ты чё пока ты здесь ты же уедешь потом где-то пришло пить прикинь сразу из-под станка тихо 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 болит может быть это на кусали может быть там поводу я вот не знаю я так-то дают когда у меня ведро здесь она не это ну она конечно переминается но не то чтобы кошка пришла сейчас еще кошки дать молоко надо пока всем раздашь уже нести нечего давай я шучу конечно всем хватает вот давай знаешь что ты пока будешь здесь сидеть а я пока буду доить точнее ты встань машинка с кружкой а я пока буду доить все не оторвешь его сейчас и кружку надо не заберешь ну-ка дай кружку ничего сейчас еще надоем тебе третью кружку нет не надо а то он потом это вдруг перелюбить не надо перелюбишь да да я спидел это вот знаешь козье молоко оно намного полезнее чем коровье ну вот так бог создал корова дает много молока у нее там определенные качества молока а у козы там тоже свои качества на козье молоке детей грудных выращивают а на корове нет это что ты делаешь вредничает папку руку максим тысяч я с ушами совсем плохо я смотрю ну вот не знаю че тут у нее такое может быть я говорю может она кусала может что там где-то внутри болит но я так массажирую сколько она примерно дает одна коза она коза вот это дает ну сейчас в зеленку знаешь наверное где-то может быть больше полтора литра там сколько то не знаю заразных до два раза дуем а и вот ее мать давала зеленку два с половиной литра 5 литров в день это как бы нормально серьезно да но их еще надо все зависит от хозяина раздаивать процесс этот очень такой когда она только родит там шесть раз надо да и там самому козлят от нее понятно убирать там кормить их вот я пока мне просто некогда этим заниматься я козлят держу под выменем то есть они сами едят а какие козлята козлята ну вот там можно посмотреть где-то те-то сейчас они уже выросли а так вообще козлята маленькая это не комары а мухи кодочки 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 холосые вот эта козлята да? да и цыплята да и цыплята оооо тоже вот такая коза пойдем дальше пойдем пахнет для вошедей ты думаешь ну а как ты думал они же тоже в туалет ходят такие люди же так что теперь у тебя есть возможность брали молоко берите молоко пейте да им понравилось да теперь ты сам увидел куда молоко берется что не из крана там низ колодца настоящий козы да да порошок не разводят ну чё чё надо сказать дядя лёша то молодец на здоровье спасибо христос брат да с богом слава христу аллилуйя